Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». По традиции начнем с погоды. Сегодня в Карачаево-Черкесии переменная облачность. После полуденные вечерние часы, кратковременные дождь и гроза в отдельных пунктах сильный с грозой, градом и шквалом до 23. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи плюс 11, плюс 16, а днем 27, 32, выше нуля. В горах ночью до плюс 11, а днем до плюс 23. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10. Температура ночи плюс 14, плюс 16, а днем 27, 29 градусов тепла. Накануне был День медицинского работника. Сегодня гость нашей программы – врач с 45-летним стажем Амина Хачирова. На днях Амини Ахматовне присвоили звание заслуженный работник здравоохранения России. О начале профессионального пути и о специфике врача-педиатра в эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Бэйли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Амина Ахматовна. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас с тем, что вам присвоено звание почетного работника здравоохранения Российской Федерации. Я считаю, что это вполне заслуженно, потому что в медицине вы 45 лет. Это непростой и долгий путь. Мне бы хотелось узнать о первых ваших шагах. Выбор профессии, такой серьезной профессии, был осознанным или так родители захотели? Ну, отчасти родители захотели. Но потом, когда поступила, я поняла, что это мое. На врача учиться начала с третьего курса, когда начались предметы. Ну, и дальше пошло, пошло. Вы не просто врач, вы врач-педиатр, а это особая специфика. Вот как вы считаете, какими качествами должен обладать именно врач-педиатр? Ну, я хочу сказать, что даже если брать просто звание врача, человек, который выбрал эту профессию, должен любить людей и любить свою профессию. А педиатр особенно. Без любви к детям нельзя работать с ними. Самый благодарный пациент – это дети. Когда после болезни увидишь их сияющие глаза, то это самая большая благодарность. Вот вы мне рассказывали про самый первый ваш случай. Интересно, когда вы только-только начинали работать. Расскажите нашим зрителям. На первый случай я приехала, и сразу же меня поставили дежурить во время интернатуры, поставили дежурить в ночное дежурство. Привезли ребенка 11 месяцев. Ребенок был тяжелый, сложным крупом. И как только я на него взглянула, я поняла, что ребенок, наверное, будет потерян. И все на свете забыла. Медицина была где-то далеко, я была рядом с тяжелым ребенком. Ну, медсестры опытные посмотрели, сказали, доктор, посидите, мы сейчас все сделаем. Когда они начали делать манипуляции, я поняла, что все это не смертельно, и все это я знаю. Утром сдавала пятиминутку. Главному врачу он спрашивает, что тяжелого привезли. Я говорю, да. Что вы делали? Ну, я рассказала, что мы делали. Говорю, вначале ребенка откачали, потом доктора. Кого? Я говорю, ну, меня. Он так смеялся и на всю жизнь запомнил, и всем интернам приводил это в пример. Я представляю, сколько вам пришлось таких случаев, конечно, за вашу карьеру увидеть. Все, наверное, заканчивалось хорошо. Мне бы хотелось, чтобы вы дали, если не совет, а что бы вы могли пожелать тем людям, которые хотят выбрать профессию медика или только начинают свой путь? Ну, я хотела бы сказать, что эта профессия не такая легкая, как думают они. И белый халат – это не для наряда. Белый халат – это то, что прикрывает тяжелую работу. И за белым халатом очень много грязи, крови, смертей. Поэтому надо идти серьезно в эту профессию. Идти очень серьезно и учиться, учиться и учиться до конца жизни. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Конечно, я желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо вам. На этом «Утренний блок вестей» завершен. Следующий информационный выпуск в 11.25 с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...